Виталий, приветствую тебя на нашем очередном совместном эфире. Мы традиционно смотрим на рынки с двух сторон, техника и фундамент. Обычно нам дается пересекаться по активам. Это хорошо, что у наших подписчиков, у тех, кто следит за нашим контентом, есть возможность проанализировать один и тот же инструмент, точнее получить оценку общей ситуации с разных позиций, разных видов анализа. Ну что, сегодня день обещает быть интересным, точным, волатильным, потому что сегодня, если сравнить опять же с прошлыми торговыми сессиями, экономический календарь P3, вот этими инфоповодами, я особое внимание сегодня предлагаю обратить на данные по инфляции, которые будут опубликованы в 15.30 по московскому времени. Это отчет по инфляции США. И уже, ну, почта не раз касались темы, даже на местных выпадках, что инфляция имеет очень большое значение для Федрезерва в том решении, которое он принимает в экономической политике. То есть, некоторое время назад мы почти каждый эфир говорили о том, что будет с программой количественного смягчения, но сейчас эта тема не только. Отпустил свободное плавание, потому что трудно сейчас говорить, что с ней может случиться, потому что ФРС сам вообще еще не определился, будет ли он сворачивать до конца этого года или нет. И как раз, друзья, на основании тех данных, которые публикуются, вот в частности, рынок труда, мы помним, который по количеству новых рабочих мест вроде бы провальный релиз, но по-другому никак не скажешь. Но ведь растут заработные платы, снижается уровень безработицы. Это ведь доказывает то, что спрос на рабочую силу остается на высоких уровнях. Не знаю, как эти данные будет интерпретировать ФРС заседание ноябрьское в первых числах ноября. Там мы посмотрим. Но вот сегодняшний отчет по инфляции, он может уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. И простая интерпретация. Если данные по инфляции сегодня превзойдут значение прошлого месяца, то, конечно же, более высокая инфляция – это еще один сигнал, стимул для ФРС отказываться от экономических мер поддержки. Но в то же время, если данные будут хуже, скромнее, то будут аргументы у продавцов, доллара. Почему можно удерживать шарты? Потому что при более низкой инфляции ФРС, возможно, не станет торопиться с тем, чтобы лишать экономики этих мер поддержки. Ну, в общем, посмотрим. И протоколы сегодня тоже. Еще одно важное событие. Протоколы – это, по сути, дорожная карта прошлого заседания. И, ну, локально в Латине точно будет, хотя вряд ли из этого рынок получит какую-то тенденцию, потому что это, по сути, повторение, что мы слышали ранее уже на прошлом заседании. В любом случае, друзья, реакция будет на эти события, контролируйте риски. Я думаю, что к этому пожеланию и предупреждению присоединиться в Италии мы традиционно говорим, что насколько бы вы не были уверены в том, как поведут себя активно, обязательно следите за загрузкой ваших депозитов. Плечи должны быть в соответствии с правилами риск-менеджмента. Я вообще рекомендую топливовать в совокупности по всем сделкам, если говорить о плечах, не больше, чем в 1 к 10. Так, по поводу сделок, давай к демонстрации. Предлагаю начать с американского фондового рынка, который в прошлый раз, когда я его комментировал, мы топтались примерно в районе 480-470. Я, опять же, не отказываюсь от своих слов, я нахожусь в длинных позициях. Но, друзья, для тех, кто еще вне сделал, рекомендую все-таки смотреть до статюлений в 4400, только после того, как закрепится индекс там, уже принимать решение о покупках. Старкует сезон отчетности. Вот сегодня мы уже ждем более-менее значимые результаты. Первый – это банковский сектор. Ну, на этой неделе мы отдельные отчеты проанализируем. Может быть, во время следующих эфиров вернемся к этой теме. Интересно будет посмотреть, как корпоративный сектор живет сейчас в условиях высокой инфляции, низких значениях потребительской активности. Я пока что все-таки оптимист. Думаю, что то, чем было в 2020 году, точно уже не будет по результатам. И в целом они будут только лишь улучшаться. Это мое субъективное мнение. Также я только что отметил, что из-за высокой вероятности того, что ФРС может обратить внимание на слабые данные по нон-фармам, еще если инфляция будет на стороне продавцов. Короче, если ФРС, в конце концов, будет продолжать стимулировать монетарную политику, экономику, то у фондового рынка будут все-таки возможности для того, чтобы основу выйти на 4,500 и выше. Глобально, так серьезно, системно я бы пока не шортил. Ну, во-первых, потому что еще не грянул гром, связанный с компанией Evergrande, то есть о дефолте еще мы не говорим, опять в дефолтном состоянии, может быть, да. Ну и патология с разного долга США до декабря выиграли время, то есть пока что нет негатива. Так, европейская валюта, которую рекомендовал шортить с ценами 1.15, все ниже. В целом, мы обновили многонедельный лоу 1.15-1.22. Я вчера, когда смотрел за валютной парой ближе к концу вечера, думал, что мы уйдем уже к отметке 1.15, но вот последовало локальное восстановление. Это нормально, друзья, посмотрите, как лоу, отскок и очередной перелол. Поэтому 1.15, я думаю, что логично ждать, тем более, что вчера блок данных по индексу оптимизму, оценки экономических условий, все хуже некуда. Минимальные значения с начала пандемии, тенденция спада там больше, чем 5-6 месяцев. И это как раз доказывает то, что у Германии, ну, ЗИО, это, конечно же, оценка по немецкой экономике у Германии, но я думаю, что Германию мы можем проецировать на всю еврозону, потому что это локомотив валютного блока, проблемы с экономической активностью этих регионов. И из-за трудностей с логистикой, из-за сорванных цепочек поставок, высоких цен на нефть, эти проблемы, скорее всего, сохранятся. Не верю я, короче, в рост евро на текущем этапе. Так, рынок нефти, прежняя сделка остается. Ждем коррекции в районе 82-х, это как раз 130-х, пройдящее среднее, ну, чуть пониже. Выкупаем с целями 85-80-50. Топливный кризис, грядущий зимний сезон и по-прежнему дефицит приложения. Вот такой коктейль обычных факторов. Также еще хотел бы обратить внимание сегодня на австралийский доллар, который локально под давлением 0,7336. Но посмотреть на сопротивление 0,7350, то есть, по сути, для него чуть-чуть, 13-14 пунктов. Забросить туда отложку байстопа с целями 74-50 и стоп-лоссом на отметке 0,7320. Так, почему я верю в австралийцы? Потому что с понедельника снимаются карантинные ограничения, и сейчас из-за топливного кризиса в Китае, из-за наводнений, которые стали причиной подтопления стратегических угольных шахт, я допускаю, что через неделю, максимум через две, мы можем увидеть решение о власти Китая снять запрет на импорт, на отставки австралийского угля, которые ранее были введены из-за политических разногласий. И вот, опять же, я видел этот прогноз еще раз на Блумберге. Если Китай даст добро, зеленый свет на возобновление поставок, то показатели торгового баланса Австралии улучшатся буквально в течение месяца, и экономика Австралии сможет как бы нивелировать последствия вот этого спада, который был вызван в Дельта-штабе. Ну, в итоге посмотрим, где рынок будет на самом деле. Так, слава тебе, Виталий. Видно рабочий экран? Нет. Теперь видно. Так, всех приветствую еще раз. Ну, по поводу Китая и Австралии, знаешь, почему разногласия у них политические между Китаем и Австралией на данный момент? Почему они уголь не покупают? Почему? Ну, потому что Австралия подключилась к расследованию, скажем, возложению вины на распространителя этой китайского гриппа. Скажем, они сейчас это тоже в этой теме, и поэтому Китай, скажем, делает и такие штуки. Итак, дальше. Давайте пройдемся по тем моментам, которые я в прошлый раз советовал. Ну, начнем с S&P 500, как тоже начал с данного индекса. В понедельник я советовал шортить данный инструмент, так как мы находились ниже тренда, который у нас, возможно, зарождается, но он пока имеет какой-то нисходящий локальный тренд, то есть он четко его видно, у нас идут нисходящие две вершины, то есть это первый – это пик, который был в сентябре, и второй – локальный пик ниже, который был в середине сентября. С этого пика, почему мы, возможно, было строить по этому пику трендовую, потому что мы с него обновили лоу, то есть мы обновили предыдущую волну, которая была у нас, да. То есть мы торговались где-то на отметке 43.80 с копейками плюс-минус. Я еще тогда говорил, что возможно шортить. Чуть-чуть коряво оно смотрелось, это понедельник утро, и понедельник вечера где-то ближе, там уже картина на часовичках была более красивая. Я с ребятами, своим ученикам писал, что возможно шортить данный индекс. Пока ожидаю более сильного снижения, альтернатива на покупки только после слома вот этой тенденции, которая у нас идет нисходящей. Мы уже, скажем, торгуемся достаточно долго, несколько недель ниже 50-й среднескользящей. У нас уже нарисовался такой локальный тренд, видно 20-е, это зеленые. И ниже сотки уже вчера пробили и закрепились. Посмотрим, возможно, какой-то еще отскок будет, но пока ожидаю обновления вот этих минимумов и очень сильно вниз. То есть покупки, как уже сказал, пробьем вверх, вот выше 400, как ты сказал, будем рассматривать. Или там, если уже пониже что-то нарисуется красивое, то буду рассматривать покупки. То же самое, если взять индекс DAX, это немецкий индекс. У него есть аналогичная картина, то есть в сентябрь мы падаем вниз и нащупали поддержку возле сильного уровня, это 15 тысяч, ну это плюс психологический такой уровень, да. Плюс мы видим, технически его удерживали. Ну здесь можно еще второй уровень выделить пониже. Мы его тоже тестировали, это 14800. Вот я бы данный индекс тоже рассматривал на шорт при пробое 15 тысяч, да. То есть мы на прошлой неделе сделали ложный пробой данного уровня, вернулись. По идее должны были уйти наверх, но, как мы знаем из правила, что если после ложного пробоя нет импульса наверх, идет обратный ретест, то стоит рассматривать возможный пробой данного уровня. Конечно, я пробои сильно не люблю, потому что их могут пилить там несколько раз и короткие стопы можно часто сносить, но как ориентир вижу на снижение ниже 15 тысяч данный индекс с индексом S&P 500. Дальше, по золоту. По золоту у меня есть два мнения. Первое – это для быков, и что у нас, пока мы торгуемся выше уровня 1.750, вот данный уровень я в прошлый раз говорил, ждал, как понедельник закроется, понедельник закрылся выше, проведил в прошлый раз аналог августа, вот аналогичная картинка была, закрылись ниже уровня и улетели вниз. Пока мы торгуемся выше и закрылись, есть предпосылки наверх. Но это для, скажем, таких быков, которые ищут покупки, возможно, рассматривать золото на покупку. Но здесь есть также один момент, который меня сильно смущает, и это для тех ребят, которые не верят в золото и все время его шартят. Вот эти импульсы, которые были в сентябре, очень сильные. Один вниз, второй, третий. И мы пока находимся в пределах этих импульсов. И, возможно, сегодня на инфляции, как вариант, можем продолжить движение вниз в сторону вот этих импульсов с целью там 1720 и в район там 1680 и, возможно, ниже. Скажем, такие сценарии тоже есть. Пока с текущих возможно рассматривать шарт, да, кто верит в шарт. Ну, здесь стоп-лоссы, конечно, большие. Нужно как минимум или за вчерашний хай, или за вот эту шпильку рассматривать. Или ждать более красиво какого-то паттерна на дневках. Хотя он тоже сейчас существует. Скажем, вот такие две идеи по золоту в зависимости, на что трейдер настроен. Да, есть, которые только покупают золото в надежде на рост. Есть технические предпосылки. Дальше. Новозеландский доллар. В понедельник говорил о покупках. Пока мы топчемся на месте. Где-то покупки, я говорил, 0.69, 30, 40. Мы в понедельник вот здесь торговались. Локально мы что-то пытались уже. Вот я этот инструмент покупаю еще с пятницы. То есть я где-то здесь на минимумах покупал. И все время была возможность там несколько раз закрывать там частями на вот этих максимумах локальных. И все время там по безубытку выносила. Купил снова. Вчера с надеждой, что мы пойдем наверх. Аналогично. Вот я думал, что мы пойдем. Как по австрийскому доллару, который ты советовал сегодня покупать. Здесь была аналогичная картинка на прошлой неделе. Только я вот этот инструмент не купил. Точнее купил, но закрыл. И перекинулся на новозеландский доллар. А он почему-то не растет. Или позже вырастет. Или сработает стоп-лосс. Напомню, стоп-лосс я ставил по новозеландскому доллару. Где-то на отметке 69, я думаю, можно поставить. Там 68, 90. Туда уже, если пойдут, то сломают тренд. Лучше бы, скажем, не австралийский уголь покупали, а новозеландских этих барашек. Возможно, поможет. Ну и, в принципе, с евро с тобой согласен частично. Но есть у меня предпосылки, что уже, возможно, данный тренд у нас заканчивается. Это предпосылки по евро-доллару. Это не сигнал действия, потому что здесь очень рискованно. И сейчас текущая неделя, пока у меня что-то так не идет. Здесь есть дивергенция на четырехчасовиках. Но здесь бы сломить вот этот тренд локальный. Нарисовать какой-то заходной импульс. Как было бы там по австралийскому доллару, новозеландскому, по фунту. И уже потом что-то думать. И, возможно, мы здесь сделаем какую-то глубокую коррекцию по евро-доллару. Или даже достаточно сильный тренд наверх. Это то же самое, можно сказать, по индексу доллара. Мы уже достаточно неплохо выросли. В принципе, кто помнит и кто смотрит, за последние несколько месяцев я покупал долгосрочно индекс доллара. И мы сейчас, вот вчера пробили прошлый месячный максимум. Сегодня утром зашли под данный уровень. Конечно, здесь сильное поджатие. Нужно бы, чтобы сегодня, если выйдут какие-то данные по инфляции, если там будет сильный импульс вниз, то, возможно, там дальше говорить о возможном развороте данного индекса. Пока очень-очень тяжело. Но это такие наброски у меня по рынку. Поэтому пока все. То есть S&P, DAX, вижу снижение. Золото расписал двойную ситуацию. И для покупателей, и для шартистов. Очень осторожно нужно быть. На Новозеландске сохраняем покупки. И евро, индекс доллара наблюдаем, пока, возможно, там что-то нарисуется. Спасибо тебе, Виталий. Ну что, давай тогда следить. Отчеты сегодня впереди, друзья. Напоминаю, что день обещает быть интересным. Посмотрим за волатильностью. И подведем результат уже во время следующего эфира. То есть в следующий понедельник. Виталий, тебе классного закрытия недели и хороших выходных. Пока. Пока, удачи. Продолжение следует.